Доброго времени суток, дорогие и уважаемые гости и подписчики моего канала. Меня зовут Светлана. Давно я не снимала видео о своих цветах и сегодня вот 8 января. Кстати, поздравляю вас всех с наступившим Новым Годом, поздравляю с наступившим Рождеством, с наступающими праздниками также вас поздравляю. И сегодня хочу снять видео для вас о подкормках для цветов, для растений именно в зимний период. Чем я их удобряю, как и когда. Так, давайте я вам сейчас по порядку покажу все свои цветы. Вот это у меня герань. Ну, кто называет пеларгонию, можете мне тапками закидать. Но я называю все свои цветы герань. Герань, герань, все. Я не знаю, чем отличается пеларгония от геранья. Она и та, и та дома растет. Поэтому, девочки, я называю ее геранью. Смотрите, какая она у меня красавица. Зацвела, несмотря на то, что сейчас январь. Вот. Также хочу вам показать вот такой перчик. Вот. Где мне? Вот уже покраснел. И есть зелененькие. Вот, наверное, видно вам? Вот они, зелененькие перчики. Вот. И как видите, видите, откуда пошли еще новые побеги. Вот, когда были длинные побеги, сразу хочу сказать, когда были вот такие длинные побеги, у меня начал наклоняться кустик. Мы, когда плоды срезали, я прям сразу сделала обрезку им. Вот здесь уже видно, что вот обрезка, вот она была. Он еще сильнее у меня начал цвести, еще больше, и появились вот именно новые побеги здесь. Но это, конечно, не благодаря только обрезке. Это то, что необходимо было сделать. Вот. Сейчас цветов мало, но их было много. И самый важный фактор для перца, он не любит, когда его переставляют с места на место. Вот. Я его переставила, и он очень много цветов у меня сбросил. Так, вот перчик. Еще. Вот у меня кустовая астра. У меня прям вот, кажется, до слюней мне доказывали и объясняли, что не будет кустовая астра, которую октябрят, по-моему, их так называют в простонародье, что она не будет расти дома. Мне отдали вот такую палочку с маленьким корнем. Но я ее обрезала, вот уже не видно. Вот она, палочка была. Я ее посадила, и потом в процессе видео расскажу, на что она так хорошо отреагировала, что пошла в рост. У меня, как видите, палочка вот здесь, а сам цветок начал расти вот тут. Еще, благодаря подкормке, мне отдали вот тоже гирань. И видите, я обрезала, думала, вот отсюда сбоку пойдут боковые побеги. Но нет. Она у меня стояла два месяца. Я думала, ну все, не пойдет, ничего не будет, сдохнет. Нет. Как видите, вот она у меня пошла. И как видите, тоже не от самого вот этого ствола, а вот рядом. Я так понимаю, что это от корня, наверное. Это я не знаю, я, кажется, там не ковырялась, ковыряться не буду. Вот это у меня тоже уже погибало. Я думала, все, хана. Потому что подоконники у меня холодные, и я живу в квартире. И у нас, естественно, есть весной, очень рано отключают отопление. И зимой, ой, по осенью, когда включают отопление, прежде чем включат, у нас дома такой колотун бабай. И у меня практически, вот я по розам снимала мастер-класс, у меня из-за резкого перепада температур погибли розы. Розы любят тепло. И из-за того, что у нас вот есть такой период, что на улице уже холодно, а отопление еще не включают, а холодно у нас стало уже в сентябре, у меня розы начали постепенно погибать, погибать. И спасти их не смогла, не успела. Вот. И это мне удалось спасти. Тоже она мне почему-то начала загнивать, погибать. Но все-таки мне удалось ее спасти и расскажу, чем я пользовалась. Итак, давайте по порядку. Так, и самое первое, с чего мы начнем, давайте начнем с грунта. Как я уже много раз говорила о том, что я не профессионал, я не цветовод прям профессионал, я именно цветовод-любитель. Я очень часто экспериментирую с подкормками, с землей. Так как, скажем так, в материальном плане мы очень сильно стеснены, мягко скажем так. Поэтому мне приходится как-то вот выкручиваться. Вот давайте начнем вот с этой земли. Как видите, вот видите, какой у меня грунт. Эта земля когда-то, когда-то я покупала землю. Я сажаю также еще и помидоры, и огурцы на балконе. Выращиваю. И вот у меня земля осталась, она естественно истощена, все. Ну и мы ходили с сыном осенью и собирали листья. Высушили их, сложили в пакет. И вот я их потом на старой, которую не жалко сковородке, сушила эти листья и перетирала их. Прямо вручную все перетирала. И смешала с землей. Здесь нету песка в этой земле. То есть старая земля, покупная, но старая истощенная земля. И листья. Вот. Еще даже вот видно, что они сильно труху-то не перетерлись. Вот. Здесь такая у меня земля. Здесь у меня грунт для суккулентов. Вот, про который я говорила, что вот я ее спасала. Вот. Здесь грунт для суккулентов. Кстати, в таком грунте очень хорошо растут огурцы. Вот. Так. Здесь у меня чисто просто покупная земля. В маленьких пакетах я ее брала. Чисто просто покупная. Здесь и здесь на перце у меня также старая земля, перемешанная с песком. И больше ничего. Здесь вот тоже старая земелька и песочек. Вот. То есть я просто грунт прям с песком хорошо перемешивала. И вот такая земелька у меня здесь. Так, по земле сказала. То есть я вот показываю то, что у меня реально, девочка. У меня не питомник. Я профессионально цветами не занимаюсь. Вот показываю то, что вот действительно на подоконнике у меня растет. Так. Все. Далее. Подкормки. По поводу подкормок. Самое очень хорошо. Среагировала у меня именно астра, которую я вам показывала. Именно после такого полива у меня эта герань начала активно расти. И астра. Это вот никотиновая кислота в ампулах. Она у меня закончилась, поэтому саму ампулу вам показать не могу. Вот. Ее одну ампулу я разбавляла на 1 литр воды. Вот здесь написано даже раствор для инъекций 10 миллиграмм миллилитров. Вот. Одну такую ампулу на литр воды разбавляла и просто поливала. Вот. Землю поливала. Хотя можно и опрыскивать. Вот. Следующее, чем я поливаю, это, по-моему, если я не ошибаюсь, это у нас B12. Вот. Ампулки у меня есть. Вот одна такая ампула. Также на литр воды. Вот этим раствором я и по листу опрыскиваю. Да, девочки, даже герань раз в месяц я обязательно купаю. Для того, чтобы у нас на листьях здесь собирается пыль. И, допустим, вот, если вы присмотритесь, если вы ее не купаете, вот, вы увидите, что там образуется пыль. Вот. И раз в месяц очень-очень теплой водой. Плюс я добавляю одну ампулу на литр. Я опрыскиваю все цветы. И что еще хочу сказать. Во время, когда я опрыскиваю их, купаю, скажем так, я их по земле не поливаю. Достаточно того, что с листьев все стекает также в горшок. Вот. Поэтому опрыскиваю очень хорошо, очень обильно. Но землю дополнительно не поливаю. Потому что, что у перца все с листьев стекает и также попадает в грунт. Вот. Либо просто добавляю и также в воду и просто вот поливаю. Но воду я использую очень и очень теплую. Так. И самая мощная подкормка, которой я пользуюсь раз в месяц. Можно даже раз в полтора месяца. Но она очень и очень мощная. Так. Первое, что забыла прям совсем сказать, девочки, когда вы будете опрыскивать, не важно чем, просто водой или что-то, смотрите, чтобы на цветы. Вода не попадала. То есть, начинаете опрыскивать. Либо вот рукой вот так вот прикрыли и опрыскиваете. Чтобы на цветы не попадало цветы, сразу иначе начнут гнить, вянуть. Так. И вот про подкормку, которую я сейчас буду говорить. Вот видите, у меня листок. Вот так вот загнулся. Вот. А эти листья, уже более молодые, они ровненькие. Самая первая причина, в чем может быть, это недостаток света. Когда света мало, а у меня нет подсветки дополнительной. Вот. Подкормка вот эта, плюс витамины В. В12, В6, В3, В1. Вот все можно поочередно использовать. Там одну неделю В1, вторую неделю В12. Сделать там небольшой перерыв. Сделать вот эту подкормку, которую сейчас буду показывать. Вот. И листью, видите, все выравнивается. Несмотря на то, что уже все равно так же недостаток света. Тем более зимой. Так. Для супермощной подкормки я беру вот такую пол-литровую баночку. Девочки, я наглядно показывать не буду. То есть насыпать все. Просто расскажу, потому что я прям буквально вчера ее делала и цветы свои поливала. Вот. На такую пол-литровую баночку у меня вот такая ложка. Но она считается чайной. Это не столовая ложка. Но больше десертной. Любые дрожжи. Вот у меня вот такие. Ну, абсолютно любые, какие у вас есть. Вот одну вот такую ложку я насыпаю сюда на пол-литра. Вот, насыпала. Забыла сахар. Ладно. И четыре таких ложки сахара сюда перемешиваю. Заливаю не очень сильно горячей водой. Ну, чтобы дрожжи не погибли. Ну, тепленькой водичкой разбавляю. Даю постоять буквально 3-4 часа. Все. Постояло 3-4 часа. Здесь образуется шапка. Вы ложечкой перемешали. Вот так вот ложечкой перемешиваете. Извините. И пипеткой. Пипеткой. На пол-литровую баночку 4 капли йода. Так, вот у меня раствор йода спиртовой 5-процентный. Вот 4 капли на пол-литровую баночку. Это еще не все. Далее. Также 4 капли зеленки. Вот раствор бриллиантовый зеленый. Какой процент не написано. Просто 10 миллилитров. Вот. 4 капли йода, 4 капли зеленка. Пипеткой я набираю. Ну, может у вас шприц есть шприцом. Вот. Также все перемешиваете. Берете полтора литровую бутылку воды. Теплой. Вот. И на полтора литра я вот эту баночку делю. Ну, примерно так вот на 3 части. Одну треть я отливаю в полтора литровую бутылку. Доливаю туда очень-очень теплой воды. И капаю так же пипеткой на полтора литра две капли эпина. Это эпин экстра. Вот. Две капли на полтора литра капаю. Все. Бутылочку закрыла, перемешала. И можно таким раствором опрыскивать. Можно таким раствором просто поливать. Главное, не увлекайтесь. Раз в месяц. Можно лучше даже раз в полтора, в два месяца. Вот такой супер мощной подкормкой пользоваться. И так же у вас все. И вот, кстати, вот она у меня, видите, герань. Вот она у меня цветет. Несмотря на то, что зима, кустик маленький, вроде кажется. Но цветет. И сейчас я вам покажу. Мне отдали герань. Скажем так, тоже уже полудохлую. И со словами, говорит, не знаю, выживет. А у тебя не знаю, нет. Ну, короче, вроде сама решишь. Вот. Реанимируешь или нет. Так давайте перейдем ко мне на подоконник. Покажу вам я эту, скажем так, погибающую герань. После вот именно вот такой подкормки. Еще раз напоминаю, девочки. Вот такую банку я делю на три полтора литровых бутылки. Так вот он мой подоконник. Как видите, вот на улице зима. Вот. И видите, как мне приходится утеплять. Вот у сына забрали старые джинсы. Вот. И приходится так вот утеплять. Вот она мне вот, видите, как отдают. Вот полумертвых отдали. Говорит, не знаю, выживет, не знаю, нет. Ну, вот посмотрим. Вот эту вот отдали чуть-чуть пораньше. Я ее уже подкормила. Сразу же, как только принесла домой, дала два дня постоять и подкормила. Вот. Видите? Она у меня набирает бутончики. Я ее также купала. Я ее когда принесла, вот, и мало того, еще она и такой, как видите, вот, погибала уже практически у человека. Вот. И, как говорится, спасешь, говорит, спасешь. Нет, нет, говорит, ладно. Ну, и пока я ее несла, все-таки холодно на улице. И она у меня подморозилась. Вот. Два дня она у меня постояла при моей комнатной температуре. И потом я ее искупала. Вот про ту мощную подкормку, которую я вам говорила, я прям по листу все обильно опрыскивала. И так как я ее сразу пересадила, я еще и полила сразу. Вот. Как видите, вот она у меня набирает бутончики. Так. И давайте я вам вторую покажу. И вот она у меня еще одна, которую вот мне тоже отдали. Как видите, вот я ее сама уже обрезала, потому что прям сильно ее придавила, пока несла холодом. Вот. Тоже полила, а она выпустила у меня бутоны. Видите? Вот. Так, тупаконка, конечно, обалденная, классная. Главное, не увлекаться, девочки. Сильно не увлекаемся. Как говорится, переборщить тоже плохо. Вот. Видите? Вот. И буду надеяться, что вот она новые побеги у меня даст. Итак, девочки, на этом пока все. Я вам рассказала о самых таких вот супер мощных стимуляторах, которые помогают нашим, скажем не стимуляторам, а витаминке. Которые помогают нашим цветочкам и цвести. Также нашим плодоносить, нашим перчикам помогает. Вот. Также и огурцы, кто дома выращивает, помидоры. Вы также всем этим можете пользоваться. И даже зимой, как вы видите, и ваши цветы, и ваши растения будут и плодоносить, и цвести. Если понравилось видео, не скупимся на лайки, пишем комментарии. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!